На встречу с главой региона явились члены сборной России, сформированные для участия в паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Напомним, наших спортсменов к играм не допустили. Достойный ответ ребята дали на альтернативных соревнованиях, прошедших в Подмосковье. За два дня было превышено 26 мировых рекордов в плавании, лёгкой атлетике и стрельбе. Губернатора, брянские чемпионы решили просить о премиях. Достойных звания – победитель. А то у нас получается Владик, допустим, двукратный чемпион мира, чемпион всемирных игр и чемпион Европы, рекордсмен мира. И он получил за это всё в прошлом году здесь взяли 25 тысяч. А тренер, который подготовил двух чемпионов мира и призёров, получил 15 тысяч. А человек, который занимается не олимпийским видом спорта, получает здесь 100 тысяч. А тренер в два раза больше, чем у нас. Хотя он подготовил всего лишь одного чемпиона мира, и то не олимпийского вида. Поручение о разработке системы денежного поощрения чемпионов мирового уровня Александр Богомас, как выяснилось, сделал накануне. На 32-м заседании Облдумы депутаты приняли соответствующий законопроект. По нему уже в этом году за золото на Олимпиаде и Паралимпиаде спортсмены будут получать по миллиону. За серебро по 700 тысяч, а за бронзу 400 тысяч рублей. Тренеру полагается 50% от вознаграждения подопечного. В Ярославле там 40 спортивных школ. Занимается 30 тысяч, 28. У нас их 54, по-моему, по памяти. Занимается всего 20 тысяч. Нужно немножко менять подход, почему мы сегодня и на Думе приняли. Чтобы отмечать тренеров, спортсменов по всем видам спорта, которые там достигают, завоевывают медали первое, второе, третье место. Чтобы престижно было заниматься спортом. Мы сегодня должны больше всего поддерживать тех, кто сегодня достигает результата, чтобы показывать, что иди что-нибудь делай, стремись, и ты это получишь. Обсудили участники встречи и ряд других насущных вопросов. В частности, об улучшении жилищных условий двукратного чемпиона мира Владислава Фролова. Содействие в получении однокомнатной квартиры губернатор пообещал оказать лично. Также речь зашла о выделении автобуса, жизненно необходимого воспитанникам областной детско-юношеской школы адаптивной физкультуры. И строительстве спортивной площадки на базе Супоневской школы-интерната. Каждый день езжу в училище Олимпийского резерва на работу. И с такой белой завистью смотрю всегда на стадиончик, который у нас в первом лицее. Хотя бы небольшой какой-нибудь стадиончик или что-то можно будет в дальнейшем как-то спроектировать. Решить оба вопроса глава региона поручил своему заместителю Юрию Филипенко. В заключение губернаторы спортсмены обменялись сувенирами и договорились о новой встрече. Состоится она накануне Нового года и, судя по всему, запомнится спортсменам заслуженно щедрыми подарками. Светлана Маркелова, Евгений Седачев. События Брянск. Светлана Маркелова, Евгений Седачев. Светлана Маркелова, Евгений Седачев.